Всем привет! Добро пожаловать на цикл роликов по практическому применению PLIS. В прошлый раз мы рассматривали схемы подключения кнопки и способы борьбы с дребезгом контактов, а в этот раз мы рассмотрим работу с 7-сегментным индикатором. 7-сегментный индикатор представляет собой 7 светодиодов, называемых сегментами, в вытянутой форме, расположенных в виде цифры 8, таким образом, что на этом индикаторе, засвечивая соответствующие сегменты, можно получить любую из 10 цифр и некоторые буквы. Встречаются и 7-сегментные индикаторы, состоящие из 8 сегментов, как в нашем случае. 8-сегмент выполняется в виде точки или запятой, однако такие индикаторы все равно называются 7-сегментными. Так как сегменты индикатора представляют собой обыкновенные светодиоды, то и схемы их включения типичны. На анод подаем высокое напряжение, на катод низкое. Также в цепи необходим токограничивающий резистор. Резистор нужно подобрать таким образом, чтобы светодиод светил ярко, но при этом не сгорел, и так, чтобы не превысить максимально допустимый ток вывода микросхемы. У нашей ПЛИЗ максимальный ток вывода 16 мА, напряжение питания 3,3 В. По закону Ом о сопротивлении это отношение напряжения на ток. Получаем приблизительно 206 Ом. Берем резистор с доступным номиналом, округленным в большую сторону. В нашем случае это 250 Ом. Здесь мы рассчитали номинал без учета сопротивления светодиода. В реальных индикаторах для экономии выводов катоды светодиодных сегментов объединены вместе. В этом случае нужные светодиоды засвечивают подачи на объединенные катоды напряжения низкого уровня, а на его анод через такограничивающий резистор напряжения высокого уровня, то есть логической единицы. Также встречаются индикаторы, у которых объединены аноды, как в нашем случае. У таких индикаторов для засвета нужных сегментов на объединенные аноды поддают напряжение высокого уровня, а на соответствующий катод через такограничивающий резистор напряжения низкого уровня, то есть логический ноль. Давайте пронумеруем каждый сегмент латинской буквой и переставим их светодиоды для более удобного размещения на схеме. Итак, объединенные аноды мы подключаем к питанию, а катоды через такограничивающие резисторы к управляющей микросхеме. Для подключения одного семисегментного индикатора нам потребуется 7 выводов управляющей микросхемы, или 8, в случае наличия и необходимости использования восьмого сегмента. И для того, чтобы вывести на индикатор какую-нибудь цифру, нам нужно на выводах PLIS сформировать соответствующий код. Для вывода единицы это будет такой код, для вывода двойки такой, для нуля вот такой и так далее. Однако все числа кодируются простым двоичным кодированием согласно двоичной системе исчисления. Поэтому для перехода двоичного кода цифры к коду цифры для семисегментного индикатора нам потребуется комбинационная схема преобразования кодов, таблицучности, которую вы можете видеть на экране. Давайте создадим 4-разрядный счетчик для перебора всех возможных 16-ричных цифр и выведем его значение на семисегментный индикатор через преобразователь кодов. Так как частота тактового генератора на нашей плате составляет 25 МГц, то для того, чтобы выводить цифры на индикатор, так, чтобы можно было увидеть их в смену, необходимо понизить тактовую частоту. Сделаем это с помощью счетчика CT-CQ. Разширь от этого счетчика будем использовать в качестве тактового сигнала для счетчика CT-Q. Значение этого счетчика и будем выводить на индикатор через преобразователь кодов, который создадим с помощью оператора CASE. Здесь на основе значения счетчика CT-Q мы формируем код для индикатора. Каждый бит соответствует своему сегменту в индикаторе. В нашем индикаторе для засвечивания сегмента нужно подать логический ноль на соответствующий вывод приз. Однако для наглядности мы составим коды так, как будто сегменты засвечиваются логической единицей. Но коды проинвертируем, в результате чего получим требуемые значения. Также задействуем запятую. Подключим ее к предпоследнему разгляду счетчика CT-CQ. Теперь объявим порты и назначим им выводы. Компилируем. Прошиваем. И проверяем. Для подключения нескольких индикаторов нам потребуется количество выводов управляющей микросхемы согласно данной формуле. Таким образом, для подключения четырех индикаторов нам потребуется 32 вывода. Такой прямой способ подключения неэффективен с точки зрения количества используемых выводов и для их сокращения применяют так называемую динамическую индикацию. Суть ее в том, что в случае индикаторов с общим анодом, катоды всех индикаторов поименно объединяют между собой и подключают к ПЛИС. Аноды индикаторов также подключают к ПЛИС. Таким образом, подавая на катоды код нужной цифры, а на один из анодов логическую единицу, а на остальные нули мы выводим цифру на нужный нам индикатор. Подавая единицу на анод индикатора, мы его как бы выбираем. Если поочередно с высокой скоростью так, чтобы человеческий глаз не замечал мерцаний, перебирать индикаторы, одновременно выдавая на катоды коды для соответствующего индикатора, мы получим искомую динамическую индикацию. Частота перебора должна быть выше 30 Гц. При использовании динамической индикации требуемое количество выводов определяется по данной формуле, где под количеством индикаторов имеется в виду их аноды. И для нашего случая это будет 12 выводов. Рассмотрим работу динамической индикации сразу на конкретном примере. С помощью вот такого изделия создадим устройство, которое бы работало как секундомер и таймер обратного отсчета. У нас есть 4 индикатора. Первые 2 будут показывать минуты, другие секунды. Когда устройство находится в исходном положении, то по нажатию кнопки Пуск, Установка, устройство будет работать как секундомер. И начнет отсчитывать секунды на увеличение. Повторное нажатие кнопки Пуск приостановит счет. Последующие продолжат. Для сброса устройства в исходное положение служит кнопка Сброс, Выбор. Для того, чтобы использовать устройство как таймер обратного отсчета, его необходимо перевести в исходное положение. И кнопкой Сброс, Выбор выбрать нужный разряд для установки. При этом выбранный разряд будет мигать. Далее кнопкой Пуск, Установка, установить на разряде требуемое значение. Для выбора следующего разряда снова нажать кнопку Сброс, Выбор. После установки всех разрядов, нажатием кнопки Сброс, Выбор снять выделение с разрядов, так чтобы ни один из них не мигал. После этого таймер обратного отсчета будет установлен и по нажатию кнопки Пуск, Установка, устройство начнет отсчитывать секунды на уменьшение. Итак, у нас есть две кнопки Пуск, Установка и Сброс, Выбор, сигналы с которых приходят на входы АНБА и АНББ соответственно. Кроме того, есть тактовый синхросигнал, приходящий на вход С. Как мы с вами узнали из предыдущего видео, при нажатии на кнопку возникает дребезг ее контактов, поэтому вставим в наш проект схему подавления дребезга на каждую кнопку. Подадим сигналы с кнопок на входы модули подавления дребезга. Сигналы с отфильтрованным дребезгом будут называться БАК и ББК. Теперь сделаем задержку этих сигналов на один такт для выявления спадающих фронтов. Таким образом мы получим возможность отслеживать моменты отжатия кнопок. В нашем устройстве присутствуют 4 индикатора. Они отображают секунды, десятки секунд, минуты и десятки минут. Для управления этими индикаторами нам потребуется 4 счетчика, которые будут считать в двоично-десятичном формате. То есть, например, когда счетчик секунд досчитал до 9, счетчик десятков секунд инкрементируется, а сам счетчик секунд сбрасывается в ноль. Помимо этого нам нужно еще несколько служебных счетчиков. Поэтому целесообразно создать один общий модуль счетчика и вставить в схему нужное количество экземпляров этого модуля. И так как у нас будут применяться счетчики разной разглядности с разным коэффициентом пересчета, создадим параметризируемый модуль счетчика с дополнительным входом К, значение на котором будет указывать максимальное состояние счетчика. Счетчик должен уметь инкрементироваться, декрементироваться и сбрасываться. Если на вход R подана единица, то счетчик сбрасывается. Если подана единица на вход инк, и счетчик уже досчитал до значения, которое указано на входе К, то он сбрасывается, иначе продолжает инкрементироваться. декрементироваться. Если на вход ГЕК подана единица и счетчик находится в нуле, тогда он примет значение, которое находится на входе К, иначе он будет декрементироваться. Создаем 4 экземпляра счетчиков, каждый из которых 4-х разрядный. Счетчик единиц в секунд, счетчик десятка в секунд, счетчик единиц в минут и счетчик десятка в минут с выходами счетчик 1 в секку, счетчик 10 в секку, счетчик 1 в минку, счетчик 10 в минку. Теперь займемся индикацией, то есть выводом значения на наши семисегментные индикаторы. Так как индикация у нас динамическая, то есть шина для вывода кода на индикаторы общая для всех индикаторов, то в каждый момент времени мы должны на эту шину выставлять значения счетчиков попеременно. Сделаем это с помощью мультиплексора индикации на базе оператора CASE. На адресный вход мультиплексора поданы 13 и 14 разряды выхода счетчика индикации под названием CT-INDQ. Значения с выходом мультиплексора под названием IND-Y пропустим через преобразователь кодов для правильного отображения цифр на индикаторах. Выходы этого преобразователя кодов назначаем на выводы PLIS, подключенные к катодам индикаторов. К анодам индикаторов же подключен выход дешифратора индикации DC-IND-Y, который выставляет единицу на том разряде, номер которого указан в 13 и 14 разрядах счетчика индикации. Таким образом дешифратор и мультиплексор индикации переключаются синхронно по одним и тем же сигналам от счетчика индикации, за счет чего мы получим выдачу значения на тот индикатор, для которого оно предназначается. Однако нам еще необходимо в режиме установки времени для таймера обратного отчета сформировать мигание на выборном индикаторе. Для этого создадим счетчик выбора с выходом CT-CLQ, на который поставим дешифратор в CLY, за счет чего получим 5-разрядную шину с единицей на том разряде, номер которого указывает счетчик выбора. Единица на разрядах этой шины будет указывать значение какого счетчика будет мигать. Скорость мигания определяется скоростью переключения последнего разряда счетчика индикации. Этот счетчик 24-разрядный. Частота тактового генератора PLIS 25 МГц, то есть мигание будет осуществляться с частотой примерно в 1,5 Гц. Динамическая индикация работает со скоростью переключения 14-го и 13-го разряда счетчика индикации и составляет около 3 кГц. С индикацией разобрались. Теперь приступим к рассмотрению логики работы устройства. Итак, наше устройство может находиться в трех режимах. Режим секундомера, режим таймера обратного отчета и стартовый режим, в котором определяется в какой из предыдущих двух режимов перейдет устройство, когда будет запущено. Номер режима хранится в регистре StateQ. Номер стартового режима 0, а так как по завершении инициализации все триггеров PLIS сброшены, то устройство на момент переключения будет находиться именно в стартовом режиме. Также имеется счетчик выбора индикатора CT-SEL, указывающий в каком разряде производится установка значения для таймера обратного отчета. Этот счетчик может инкрементироваться только когда устройство находится в режиме 0, то есть в стартовом, и когда с кнопки B приходит спадающий фронт. Счетчики единиц в секунд, десятка в секунд, единиц в минут и десятка в минут для кратности будем называть счетчиками времени. В схеме существует сигнал CT-TIME-EQ0Y, устанавливающийся в единицу в момент, когда счетчики времени равны нулю. Рассмотрим логику переключения режимов устройства. Когда устройство находится в стартовом режиме, то есть регистр State Q равен нулю, то в режиме секундомера оно перейдет только тогда, когда выход счетчика выбора CT-SEL Q равен нулю, то есть ни один индикатор не выбран для установки значения и тогда, когда счетчики времени находятся в состоянии 0, а также когда с кнопки A придет спадающий фронт. В режим таймера обратного отчета устройство переходит при тех же условиях, только счетчики времени должны находиться не в нулевом состоянии. Во всех остальных случаях устройство будет по-прежнему находиться в стартовом режиме. Находясь в режиме таймера обратного отчета, устройство вернется в стартовый режим только тогда, когда счетчики времени досчитают до нуля А пока этого не произошло, оно будет находиться в режиме таймера Находясь в режиме секундомера, устройство вернется в стартовый режим только тогда, когда обнаружится спадающий фронт на кнопке B А пока этого не произошло, оно будет находиться в режиме секундомера Кроме этого, еще имеется триггер паузы Т, пауза Q. Нужен он для приостановки работы таймера обратного отчета и секундомера. Когда устройство находится в стартовом режиме, триггер сброшен, а если оно находится в двух других режимах, то по приходу спадающего фронта от кнопки А он проинвертирует свое состояние. Теперь рассмотрим работу счетчиков времени. Они однотипны. У каждого есть вход сброса, вход разрешения инкремента, декремента и вход коэффициента пересчета. Для счетчиков единиц секунд, единиц минут и десятков минут это значение равно 9. Для счетчика десятков секунд 5, так как в минуте 59 секунд. Сбрасываются счетчики, когда устройство находится не в стартовом режиме и когда с кнопки Б поступает спадающий фронт. Инкрементируется и декрементируется каждый из этих счетчиков по соответствующим сигналам. Кроме того, инкремент происходит так же, когда дешифратор выбора СЕУ-ИГРЕК указывает на конкретный счетчик, и когда с кнопки А приходит спадающий фронт. Однако, для того, чтобы счетчик единиц секунд переключался раз в секунду, необходим счетчик, у которого период работы составляет ровно 1 секунду. Назовем такой счетчик CT-SEC. Этот счетчик находится в состоянии сброса, когда устройство находится в стартовом режиме. Инкрементируется по сигналу инк CT-SEC-Y, и его коэффициент пересчета составляет 24 999 999. Данный коэффициент формируется из расчета того, что у нас тактовый генератор работает на частоте 25 МГц, то есть совершает 25 миллионов переключений в секунду. Таким образом, счетчик, тактируемый таким генератором, за 1 секунду примет значение от 0 до 24 999 999. Формирование сигнала инк CT-SEC-Y происходит следующим образом. Счетчик не должен инкрементироваться, когда триггер паузы T-пауза Q установлен в единицу, и когда в режиме таймера обратного счета счетчики времени досчитали до 0. А так как сигнал инк CT-SEC-Y разрешает счет, то над всем выражением нужно проставить инверсию. Итак, рассмотрим формирование сигналов инкремента и декремента для счетчика времени. Счетчик единиц в секунду инкрементируется по сигналу инк CT-1-SEC-Y. Единица на этом сигнале возникает, когда сигнал CT-SEC-Y-Q-MAX-Y равен единице, то есть когда счетчик секунду досчитал до 24 999 999, когда триггер паузы T-пауза Q равен нулю, и когда в режиме секундомера счетчики времени еще не досчитали до своего максимального значения, то есть когда сигнал CT-TIME-Y-Q-MAX-Y находится в нуле. Сигнал CT-TIME-Y-Q-MAX-Y формируется на базе схемы сравнения счетчика времени с их максимальными значениями. Счетчик десятков секунд инкрементируется по сигналу инк CT-10-SEC-Y, который устанавливается в единицу, когда счетчик единиц в секунду досчитал до 9, и когда сигнал инк CT-1-SEC-Y находится в состоянии единицы. Сигнал инкремента счетчиков единицы десятков минут формируется аналогичным способом. Для формирования сигнала требуется максимальное значение команды на инкремент предыдущего счетчика. Декремент счетчика единиц в секунд DEC-CT-1-SEC-Y происходит точно так же, как и его инкремент, за исключением того, что декремент производится тогда, когда, помимо прочего, устройство находится в режиме таймера обратного отсчета, и при этом счетчики времени не равны нулю. Декремент остальных счетчиков времени производится аналогично их инкременту, только вместо сравнения с максимальным состоянием счетчиков производится сравнение с нулем. Ну и в конце рассмотрим логику работы запятой. Запятая светится непрерывно, когда устройство находится в стартовом режиме, или же когда устройство находится в любых двух других режимах, и при этом счетчики времени дочитали до своего максимального состояния. А если не дочитали, то свечение задается 23-м разрядом счетчика индикации, таким образом формируется режим мигания. Однако запятая должна светиться только в третьем индикаторе устройства, поэтому объединяем получившееся выражение со вторым выходом дешифратора индикации. А так как запятая, как и любой другой сегмент в индикаторе, засвечивается логическим нулем, то над всем выражением проставляем инверсию. Вот таким образом выглядит схема нашего устройства. Компилируем, программируем и проверяем. Проверим, что получилось. Нажатием и последующим отпусканием кнопки пуск установка запускаем секундомер. Переводим устройство в стартовый режим нажатием и последующим отжатием кнопки сброс выбор. Устанавливаем стартовое значение для таймера обратного отсчета. Запускаем таймер обратного отсчета. Для того, чтобы быстро проверить, как устройство досчитывает до крайних состояний, уменьшим коэффициент пересчета счетчика секунды до 9999. Компилируем. Программируем и проверяем. Запускаем секундомер. Переходим в стартовый режим. Вводим стартовое значение для таймера обратного отсчета. Запускаем. Все работает нормально. Возвращаем предыдущее значение. Вот таким образом мы создали устройство, могущее работать как секундомер или таймер обратного отсчета, на базе которого мы рассмотрели работу динамической индикации. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.